приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы наши начинающие огородники садоводы те кто оказались сейчас на земле имеют какие-то сады и деревья и никакого знания нет очень часто нас спрашивают да что же это такое за зеленые операции как их определить и что это вы делаете и почему нужно их в такие определенные периоды а я напомню кстати тоже вопрос просят напомнить я хочу вам напомнить сейчас как раз очень хорошее время 25 июня 2022 года мы сегодня снимаем это видео очень хороший день для обрезки прекрасный день для обрезки далее будет в близнецах стихия воздуха 26 27 это уже геката прекрасное время но 28 уже до 10 часов утра нужно завершить обрезку далее будет переход луны в знак рак и уже после трех часов дня после 15 будет энергии рака но отнимем 6 часов то есть до 10 часов самое самое это время 28 июня до 10 часов нужно завершить все обрезки новолуние замечательное время для обрезки но снова же спрашиваете почему нельзя да потому что это знак стихии воды рак и поэтому если будем проводить обрезку даже в новолуние мы можем провести инфицирование заражение растения и вот потоку воды и потому что в это время даже в новолуние всегда идет ток воды и в это время растение занято тем что пьет пьет питание с водичкой пьет вот эти все элементы питания и в это время очень опасно делать обрезки к сожалению до конца месяца у нас уже не будет такого периода хочу сказать что далее будет знак начинается июль в знаке лев зеленые операции еще пару дней можно проводить а затем мы уже не проводим зеленые операции что касается садовых растений будьте внимательны садовые растения можно обрезать до 28 утра что еще в саду обрезать вот зеленые операции я сейчас вам покажу буквально на нескольких растениях чтобы вы поняли смысл зеленых операций а просто если нужно обрезать какую-то ветку ветер поломал тоже обрезайте до 28 числа все эти обрезки пройдут успешно для наших растений и безболезненно вот поэтому эти работы нужно проводить в хорошее благоприятное время но мы сейчас находимся возле яблоньки и здесь тоже нужно проводить зеленые операции прямо здесь же я вам покажу зеленые операции это вот взяли и сняли лишнее яблочко в данном случае у нас была обработка против вредителей и уже здесь плодожорка испортила нам яблочко но вот мы снимаем зеленые операции это на зеленом растении во время вегетации проводятся различные операции связанные с удалением части веточки листья ну и много чего другое сейчас мы вам это все покажем на всех садовых растениях по крайней мере на всех представителях сада смотрите у нас колоновидные яблочки и если мы их не будем верхушечку обрезать они будут гнаться вверх поэтому мы стараемся вот в конце июня сделать вот такую вот эту обрезку верхнюю часть вот смотрите да вот она вот этот кусочек буквально вот он обрезали и все и мы теперь не даем расти вверх а все будет направлено на формирование яблочек вот смотрите здесь очень много яблочек это наша любимица яблонька не знаем название вот тоже надо перри брать вот допустим это это надо будет убрать это все зеленые операции вот смотрите здесь убираем здесь убираем они вот если друг у дружки и получается здесь и плодожорка себе прекрасно живет так пока бросаю на землю эти яблочки можно даже будет где-то для компост или посмотрим может даже компотик добавим и вот здесь все мы практически нет и вот это еще уберут здесь уже плодожорка вначале была вот она испортила яблочко успели мы обработать но уже так и вот это тоже уберем вот это уберем здесь оставляем и теперь остается нам вот здесь убрать верхушечку смотрите вот здесь вот как раз вот так обрезаем и у нас все питательные вещества будут направлены на то чтобы вот эти яблочки созревали еще тут надо расчищать вот это и есть зеленые операции на зеленом растении мы проводим вот эту уборку лишних частей можно не бояться вот так вот очистить хорошо и здесь я думаю даже вот это еще лишнее достаточно на этой веточке это было очень много яблок немного яблок они вытягивают растения и так вот по яблони мы вот таким образом делаем важную работу срезаем верхушечки буквально кончики вот пожалуйста все кончики срезали и так по всем яблонькам у нас в основном яблоньки не установлены яблоньки у нас вот смотрите а здесь у нас какая красота здесь прямо на верхушке это мы обрезали в прошлом году на верхушке и смотрите яблочки прямо наверху завязались здесь вся веточка вот яблони эти колоновидные их особенность в том что они вот буквально везде и всюду формируют цветут и дают нам вот этот прекрасный урожай вот смотрите тоже мы расчистим не дадим плодожорки вот так вот а то и здесь получается не попадают наши невидимые помощники во время обработки и они начинают портить нам яблочки ну вот по яблоню я вам объяснила идем дальше сейчас тоже хорошее время для того чтобы вот кончики абрикоса тоже сделать такую стрижечку буквально по всему дереву у нас дерево это тоже мы формируем в виде такого кустика его и вот видите только кончик можно чуть-чуть над листиком можно больше чуть-чуть вот так чтобы ровненько было тоже вот так все все мы вот сейчас сострижем еще один кандидат на то чтобы мы провели вот такую видите если просто обрывать это побеги нашего граната если их оставлять гранат отправит абсолютно большую большую часть питательных веществ но вот эти на формирование вот этих подбегов вот эти побеги хорошо если оставить несколько штучек штук 10 и делать черенки ну вот так как я себе отводки уже сделала и мне не нужны сейчас и не хочу я заниматься размножением я хочу получить хороший урожай поэтому вот я обрезаю одна из наших подписчиц мне написала вчера что говорит я нашла способ как удалять вот эти побеги просто беру кипяток закипятила чайника пришла и кипятком поливаю их раз в месяц но тоже в этот период таки такой но я с кипятком не дружу а вот так вот обрезочку полностью надо пройтись обрезать вот эти все побеги нужно поубирать для того чтобы они не набирали на себя они как раз кстати больше всего тянут и получается что у нас задерживается формирование плодов гранатов вот как можно вот побольше практически все нужно вот эти все побеги все это остановить рост их и все сейчас должны все растения все корешки должны работать на то чтобы у нас формировались плоды гранатов сладенькие вкусненькие иначе будут кисляк так еще один у нас житель сада уже постриженный получил зеленые операции и любимцы сада это наши розы вот они отцветают и если их оставляют формируются снова же здесь обрезаю будут идти питательные вещества на формировку вот этого шуповника так называемого поэтому мы убираем эти все старые побеги вот видите здесь даже само растение уже определяет где ему он будет пускать вот видите уже то вот здесь нету лучше всего здесь вот обрезать но по обрезке мы отдельно сделаем тему вот идет до листа ну вот здесь в данном случае каждое растение имеет свою особенность вот здесь пока мы можем обрезать вот здесь во-первых и не красиво смотрите а здесь какая красота вот и теперь наши все питательные вещества идут к этой розочке она раскроет весь потенциал всю свою красоту вот здесь видно как можно обрезать вот так вот обрезаем здесь пойдет побег и пойдет еще будут свистеть вот это у нас по розам тоже все розы мы пройдем и тоже обрежем это и есть тоже зеленая операция на зеленом растении обрезка ну а здесь я в прошлый раз уже провела зеленые операции это виноград у нас это навак это местный виноград ароматный такой и вот этот виноград видите остались концы уже обрезаны этих побегов и сейчас идет все на то чтобы это ранний сорт и формируется грозья ягодки наливается соками а вот сверху на конце мы оставляем вот эти пасынки они растут для того чтобы продолжалось движение соков с винограда вот с корня винограда на вот эти места где формируется наш виноград но вот здесь мы еще не делали таких вот зеленых операций не на конце побега не вот пасынки пошли часть только пасынка убирали и вот смотрите вот где-то оставляю от верха 4 5 7 вот мы срезаем и оставляем здесь будут снова же эти вот пасынки и будет ток как раз по этому побегу ток питательных веществ и будут питаться это вот грозочка винограда которая вот будет иметь тоже доступ вот здесь сразу и вредителя нашли какой-то вредитель здесь он уже вышел вот поэтому вот эти все вот мы кончики обрезаем 5-7 обрезаем тоже вот здесь тоже обрезаем если их всех обломать то и кончик побега то получается что тогда вот веточки гроздочки ягодки не будут получать нужное количество питательных веществ а так вот идут питательные вещества с корня по старым побегами по этим новым и движение идет 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 и затем мы идем вот этот конец вот этих веток вот сейчас тоже сейчас это еще у нас побег мы его тоже в конце и здесь тоже убираем его смотрите вот я хочу показать вот вот здесь тоже был убран можно усики убрать убран и видите тоже пошел пасынок пусть себе растет и здесь тоже самое здесь тоже был пасынок то есть убран здесь у нас пасынки тоже через время мы верхушки будем убирать листовой массы предостаточно лишнее мы убрали то что забирает наши питательные вернее питательные вещества растения и не дает развиваться растениям так как им надо и загущенность большая и болезни и вредители все это сразу же налетает когда вот растение загнано вот так вот эту ловушку тени вот это тоже зеленые операции кстати еще зеленые операции идем идем я сейчас еще покажу зеленые операции вот смотрите появляются вот такие веточки их тоже надо убирать вот убираем они не нужны они только забирают питательные вещества из них толку не будет вот так вот такая задача у нас зеленые операции мы должны вот это все пройти провести эти работы и вот кончики снова же обрезаем здесь тоже обрезаем вот и тенек будет но в то же время не загущено кстати усики тоже за зеленые операции вот когда мало винограда это легко делается а вот здесь тоже сейчас сейчас я покажу тут тоже концовку мы сейчас уже обрежем ну вот у нас видите идут побеги вот них тут аж 3 но вот их нужно обрезать что мы делаем здесь достаточно вот до этого места обрезаем обрезаем кстати вот эти веточки очень хорошие подспорье их мы измельчаем и отправляем под актинидий для того чтобы чуть-чуть закислить почву они имеют кислинку вот это такая вот у нас задача зеленых операций ну и завершим мы обрезку покажу это у нас вот актинидии это лианы им тоже нужно обязательно обрезка поэтому видите зачем нам вот эти длинные побеги на них урожая кстати не будет мы все время их состригаем перед новолунием вот этот большой этот маленький тоже состригаем здесь уже сострижка была раньше видите и уже вот у нас ягодки здесь сформированы вот смотрите здесь тоже надо будет кончик тоже кстати вот здесь нужно срезать вот и получается и красиво и в то же время у нас и вот снова же если оставить вот этот побег он будет тянуть на себя питательные вещества расти и толку с него не будет урожая не будет вот это многих проблема ждем пока он даст нам урожай он так не даст а вот посостриженный и уже на следующий год там будет урожай там будут ягодки ну и вот такие тоже веточки видите здесь казалось бы у нас веточка есть урожай но вот пошла молоденькая мы тоже обрезаем вот это все зеленые операции это то что обрезается в зеленом виде период вегетации июнь и июль август месяц это называется зеленые операции в мае месяце в конце мая мы вот аксинидию тоже обрезаем все зеленые операции дают возможность растениям или нарастить вот эти будущие урожаи заложить плодовые ягоды плоды сами ягодные почечки и дают возможность растению направлять уже питательные вещества конкретно к тем ягодкам которые уже завязаны которые будут в этом году нас радовать своими витаминами раиса горяченко александр волик ответили показали вам рассказали что же такое зеленые операции в саду потому что с цветами как будто бы все понятно с овощами тоже а вот в саду непонятно я думаю после сегодняшнего видео уже будет ясно что мы имеем ввиду что за зеленые операции у нас проводятся в саду с растениями разными для того чтобы получить урожай ну на этом мы прощаемся с вами желаем вам естественно мира и добра здоровья богатого урожая ваших садовых растений пусть каждое растение радует вас или красотой или же ягодами витаминами богатым урожаем здравия вам и здравия вашим растениям что ж до встречи на нашем канале в новых новых видео пока пока и